Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 29 декабря По одному из древних календарей у славян в этот период День Спасителя Рассы По народному месяцу слову Агей и Несей, зимоуказчик В этот день христиане чтут память пророка Агея Одного из двенадцати ветхозаветных меньших пророков Живших при персидском царе Дарии I Гестаспе На рубеже шестого-пятого веков до нашей эры Два дня до новогодья оставалась И земля, словно чувствуя приближение праздника, спешила принарядиться Перидон ее солнцем золотил Никола снегом порошил А Агей инием серебрил Широко и щедро развешивая вокруг хрупкие ледяные кружева А если ини кругом рясный То тридцатая декабря будет ясным Да и святки порадуют теплом и солнцем Но случалось порой, что обычно добрый и сговорчивый Агей Словно обидевшись на кого-то Таким морозом землю шпарил От которого до самого крещения Все вокруг замирало в ледяном испуге Впрочем, эко невидаль, зимою мороз Говорят, при желании от него можно избавиться Насчитав с вечера двенадцать лысых И назвав каждого поименно На двенадцатой плеше мороз якобы лопается Уступая место оттепеле Только кому она в празднике нужна со своими туманами С лякотью и грязью Пусть уж лучше морозка тешится Да и некогда, правду говоря, по улицам бегать лысых, окликая Когда пора уже к новогодью готовиться Все почистив, постирав, помыв Да и мало ли дел перед праздником Считается, что Агей радеет за людские души Наставляет на любовь к труду и к праведной жизни Поэтому люди, родившиеся 29 декабря Почитались как трудолюбивые и удачливые хозяева В этот день примечали Если морозец силен, навил духом кудрей на стеклах узоры Проморозит еще 20 дней На деревьях иней, то святки будут теплые Большой мороз поутру, то продлится он до крещения А по одному из древних календарей У славян в этот период день спасителя расы В далекие-далекие времена Жил на нашей земле волхв по имени Спас Который, пользуясь веданием Предупредил людей о предстоящей гибели их прародины Даарии Ее сейчас называют Гипербореей или Арктидой У древних славян то, что сейчас является планетами Называлось Землями Наша звалась Мидгард Землей По-другому выглядела и система Земли со своими спутниками Которых наши предки называли Лунами Мидгард Земля сначала имела две Луны Существующий ныне месяц с периодом обращения 29,3 дня И Лелю с периодом обращения 7 дней От нее, наверное, пошла 7-дневная неделя Около 143 тысяч лет назад К нашей Земле была переправлена Луна Фата От погибшей Земли Деи И размещена между орбитами месяца и Лели С периодом обращения 13 дней Катастрофы часто были следствием борьбы светлых богов С темными силами И первый потоп на Мидгард Земле Также стал результатом этого противоборства И как следствие уничтожение Луны Лели На которой сосредоточились представители темных сил Из пекельного мира – Кащеи Которые готовились для вторжения на нашу Землю Светлый бог, даже бог Тарх Перунов сын Прибывший сын Горд Земли Не позволил Кащеям напасть на Мидгард Землю Он нанес удар по Леле и уничтожил силы тьмы Но при этом разрушилась Леля А так как на ней было 50 великих морей И находилась она близко к Мидгарду То на Землю обрушились соленые воды И осколки уничтоженной Луны Даария скрылась под водами Великого потопа Удары осколков Лели сместили ось Мидгард Земли Которая начала совершать маятникообразные движения Окончательное затопление материка произошло не сразу Даария то опускалась в океан То поднималась из него Но в конце концов Священная Прародина ушла под воды Северного Ледовитого океана Однако потомки наших родов и рода Небесного Не погибли вместе с Даарией Они заблаговременно начали переселение На Евразийский континент Было организовано 15 выселок из Даарии В течение 15 лет наши предки Переселялись по Горному перешейку Уральским горам Между Восточным и Западным морями на континент Часть расичей спаслась Поднявшись на Вайтманах на околоземную орбиту Другие переместились через звездные врата Междумирья в другие владения родов расы Основная же часть наших предков Осталось обживать новую территорию Мидгард-Земли Урал и Сибирь Вот так Волх по имени Спас Предотвратил гибель наших предков с Даарии Вот так ведание помогает предвидеть Многие события не только в жизни людей Но и вселенных Предопределяя их дальнейшее развитие Или уничтожение Слава богам и предкам нашим Кои отцы наши А мы дети их Братья-месяцы Кои отцы наши А это большие benefits Кои отцы на без Store